И вот один из секретов семейного счастья. Проблемы, которые основаны на том, что человек не умеет управлять. И этим страдает три четверти населения Земли. Три четверти. А от чего? Потому что люди думают, что у них вообще нет такого дара управлять. Некоторые думают, что они действительно рождены управленцами и управляют очень активно. Чем пользуется человек, когда он управляет? Вообще, любой человек имеет модель управления. Любой. Даже тот человек, который, ну, какой-то мы говорим, мямля может быть, такой, что ну ничего он не умеет. У него есть модель. Это такая модель. И мы должны разобрать, в первую очередь, вот в этой лекции, какие бывают модели управления и как они строятся. И как эти модели управления действуют в семье и как на родительской сфере родители-дети. И вот теперь мы посмотрим, из чего складываются факторы управления. Вот это первый фактор, который вы видите. Фактор управления, понимания, поддержка, забота, любовь. Что это за фактор управления? Этим фактором управления может обладать любой человек. Это может быть мама, бабушка. Это может быть муж или жена. То есть он пытается установить отношения с окружающими людьми посредством постоянной заботы, понимания, любви. И вот если он является руководителем каким-то, а имеет вот этот фактор понимания, удается ли ему что-нибудь сделать с коллективом, которым он руководил? Удается кое-что. Но обычно какие проблемы в этом коллективе, если только понимание и забота? А никакой дисциплины имеют. Потому что везде кругов понимания и забота. Все гладят, все прощают, слезки вытирают, а сочувствуют. Вот таким образом хотят убедить человека жить в этом коллективе нормально. Есть еще один фактор управления. Требования, дисциплина и ограничения. И некоторые люди имеют только этот один фактор. То есть когда они становятся на руководящей должности, они во внимании у него кулак, стукнул кулаком по столу. Все, работа идет. Прикрикнул, ограничил, наказал. О, и все работает. Можно управлять коллективом посредством этого фактора? Можно. Но много ли вы так добьетесь от этого? Вот люди начнут или уходить от вас, или начнут протестовать, мало ли какие. Но вот этот фактор, это часто очень мы наблюдаем в политической жизни. Один правитель встанет на страну из кулаком. Другой встанет на страну нежный такой, не замечая. Тут вот бадак творится в стране, убийство там. А он не находит руки у него. У него вот этот фактор работает. Забота. Это редкие-редкие правители, которые имеют тот фактор. И вот когда один из факторов работает, никогда управление не будет нормальным и четким. А что нужно? А надо два фактора. И вот вы видите два фактора. Дисциплина и понимание. Это оказывается разные вещи. Они в разном направлении построены. Один это забота и понимание, другой дисциплина и ограничения. Полное противоположное. И когда вы их изобретите графически, вы получаете вот такую картину. Это одна линия, которая горизонтальная. Она будет у нас изображать дисциплину и вертикальное понимание. Заботу и любовь. Но они пересекаются. Они не идут параллельно. Как научиться человеку управлять, употреблять два фактора. И в какой степени, когда это употребляется. Давайте посмотрим, что получается, когда работает первая модель. Посмотрите, где единичка стоит. Видите? Видите, где единичка? Да. Это одна от вас. Слева внизу. Там, где стрелочки есть на линиях, это много этого факта. Там, где ну и стоят, там нет этого факта. А теперь внимательно посмотрите, пожалуйста. Вспомните геометрию, тригонометрию. Посмотрите. Вот в этой первой секторе, чего много, а чего по нуля мало. Много чего? Дисциплины, требования и ограничений. А мало? Понимания и заботы. Это такая модель управления. А теперь давайте посмотрим, как она работает. Она работает так. Представьте себе. Человек живет в этой себе. Муж и жена. У одного из них есть вот эта модель управления. У него много требований, дисциплины, ограничений. А мало вот этой заботы. И там растут детки. Ну, допустим, у нас авторитарный, и вот эта модель называется авторитарная модель. Это папа, чаще всего мужчины склонны к этой модели. Почему? Вы помните, что Бог сотворил мужчину, который способен управлять и принимать решения. А иногда исковерканное вот это состояние мозга приводит к этой авторитарной модели. Если я решаю, то я решаю. За всех и я решаю. Как я сказал, так и буду. Вот так отец. И если дети в этой семье что-то сделали не так, моментально следует наказанию. Безразбирательство. Как эта модель действует на детей, как она работает. Если один из руководителей, ну, из членов семьи авторитария, посмотрели, как чувствует себя ребенок. Допустим, у ребенка проблема. Он в школе получил двое. Он идет домой. Папа имеет авторитарную модель. Идет ребенок домой с каким настроением? Это же вы можете знать. Он волнуется, переживает и боится. А боится кого? Папу, который будет его наказывать. И вот теперь этот человек идет домой. И он хочет, чтобы его наказывали? Нет. О чем он думает? Какие планы он строит в голове? Правильно. Как обмануть? Как что-то сделать, чтобы этой двойки не было в дневнике? Есть ли этого какие-то способы? И что вы предложите этому мальчику? Вырвать дневник из дневника листок. Спрятать, потерять дневник. Исправить, заделить. Есть способы. И вот этот мальчик идет домой и думает, как бы, какой способ именно сейчас применить. То есть, этот ребенок что учится делать? Обманывать родителей. Почему это его вынуждали сделать? Потому что нет понимания. Может быть, этот ребенок получил эту двойку по очень маленьким причинам. Но его об этом никто не спрашивает. Один мальчик пришел домой, получил двойку. И говорит, мама, пойди подготовил папу. Я получил двойку. Он же знает, что папа. И он пришел туда, под дверью. Мама пошла к папе в кабинет. Стоит мальчик под дверью, стоит, уже ждет своей участи за двойку. Мама выходит после переговоров с папой и говорит, папа подготовился, а теперь подготовься ты. То есть, что будет? Корка будет. Итак, после этой помки ребенок что будет делать? Учиться, как ее избежал. А единственный способ избежать, это обмануть. Итак, чему вы научили ребенка? Обманывать. Если то же самое происходит, вот это основная причина авторитарных методов управления. Если у родителей оба авторитарные или один из родителей авторитарен, ваш ребенок будет склонен к обману. Причем проблема вот в чем. Проблема в том, что ребенок это воспринимает как модель управления для себя страшную, и он учится каким образом избежать проблем. И вот, когда папа его учит, каждый раз наказывая за какую-то проблему, ребенок учится и знает, чтобы избежать проблемы, самый лучший способ обманывать. Ребенок вырастает, выходит из этой семьи, становится взрослым, и что продолжает делать? Обманывать надо или не надо. У него почему так получается? Склонность к обману, потому что ребенок другого метода решения проблем не видел, и отец его не обучал этому. Он его обучал только этому методу. Не обманишь – получишь, а обманишь – тогда избежишь. И ребенок вырастает, уверенный в том, что это так нужно. Итак, еще одна проблема авторитарного способа. Самая очень серьезная проблема. Родители, данные маленькому мальчику или девочке, чтобы они своим отношением к этому ребенку показывали характер Бога. Так написано в книге «Крестьянский дом». То есть родители своим отношением к ребенку показывают ему характер Бога. Скажите, пожалуйста, вы, как показывают родители, вот такие авторитарные, какой характер Бога для мальчика? Каким он видит или девочка? Какой Бог? Жестокий, деспот, который ищет причины наказывания. Таким видят дети Бога. И скажите, пожалуйста, такие дети, когда есть авторитарные родители, как они ощущают себя рядом с Богом? Что у них первое возникает? Страх. И такие дети уверены, что Бог – это тот, кто их постоянно ищет. За что наказать? Долго ли они будут ходить в собраниях? Долго ли они будут читать Библию, поклоняться Богу, приходить в молитвенный дом суббота? И эти дети, когда приходят, они очень хорошо сидят, замечательно, тихо, как мышка, как сел, боится встать. Почему? Потому что он так любит собрание? Потому что знает, что если он встанет, то что будет? Наказание. Если он чуть где-то пройдется, папа ему даст под затыльник или еще что-нибудь. И если это происходит, вот это вот такое насильственное отношение, Бог для него кажется именно таким насильником и деспотом. И этот мальчик будет ходить в собрания только до той поры, пока он не скажет, папе, я туда больше не пойду. То есть вырвем из родительских рук и все. И больше он туда не ходит. Вот таких детей возвратить в церковь и к Богу необыкновенно трудно. Потому что у них сидит внутри отношение к Богу, как к деспоту, как к жестокому, который постоянно хотел его наказывать. В этом его проблемы. А теперь мы повторим коротко все проблемы авторитарного метода. Посмотрите, первая модель. Это употребление только фактора дисциплины. Это минимальное употребление понимания и заботы. Это ложь и изворотливость в поведении тех, кем руководят. Это то, о чем мы говорили. Это как бы закрепляем. Представление характера Бога о том, что он в детстве жестокий, потому что такой папа. Папа так показал. И способ решения для этого мальчика или девочки, когда он вырос, будет ложь и изворотливость. Причем надо или не надо, он будет это употреблять. Вот такой лживый характер. Обычно, если вы встречаете в жизни человека, который постоянно почему-то влёт, так и знайте, в его семье был кто-то авторитарный. Это такой излишек вот этого влияния, этого метода. Следующий. Посмотрите на номер два. Сектор номер два в этом же рисунке. Чего-то много, а чего мало? Чего много? Всё по нулям. Правильно. Смотрите, дисциплины ноль и понимания ноль. А это что за семья такая? Это, наверное, какие-то алкоголики. Никакого внимания, никакой дисциплины. Все делают, что хотят. Это так нам кажется. Этот стиль управления называется равнодушным или ещё называется демократическим. То есть кто что хочет, то и делает. А как это получается? Очень просто. Это получается модель там, в той семье, где все заняты. Папа на работе с утра до вечера, мама на работе с утра до вечера. А дети предоставлены сами себе. Когда они мало имеют внимания от родителей. Они в таком случае что-то делают. Если там несколько детей, они начинают заботиться друг о друге. Эти дети быстрее взрослеют, чем в других семьях. Они умеют и уложить друг друга спать, и уроки приготовить, и ещё что-то позаботиться. И как-то за маленькими посмотреть. Родители заняты, а дети предоставлены сами себе. Вот эта модель, которая называется демократической или равнодушной. Но давайте посмотрим, какие издержки. Вы представьте себе, что этот ребёнок точно такую имеет проблему, но в другой семье, получил двойку. Как он идёт домой? Он волнуется сильно? Нет, а почему? А его никто не проверит. Ему дневник проверяют раз в год или полгода. Нечего. А как же он из этой ситуации выйдет? А учительница побеспокоится? Или поставит ему тройку? Вышебал. Или позанимается с ним. Посмотрит, что ребёнок хотел бы, было. Кто-то что-то сделал. Итак, как решается для такого ребёнка проблема? А никого. Он её вообще не привык решать. А теперь посмотрите, как характер Бога выражается в таком поведении родителей для этих детей, которые не обращают внимание, особенно на детей, и отдают им очень мало времени. Какой Бог для таких детей? Как вы думаете? Равнодушный. Он там где-то себе на небе, а я тут на земле. И такие люди изобрели даже поговорку. На Бога надейся, а сам не прошай. То есть, если ты сам себе не поможешь, то тебе и Бог не поможет. Он где-то там есть, он существует, но он ко мне никакого отношения не имеет. Он мне не помогает. Я его не вижу и не слышу. Вот это вот состояние, когда такое положение внутри ребёнка, он тоже может быть верующим человеком, приходить в церковь. Но вот это то, что может сделать человека равнодушным к Богу. Бог там где-то, и если он мне не помогает, то он мне и не нужен. До какой-то поры ребёнок ходит в церковь, а потом надеется на себя и перестаёт ходить в церковь. Итак, эта модель тоже ведёт от Бога. Это одна калитка, которая ведёт от Бога. Давайте посмотрим, как отрабатывается это и повторим. Нет заботы и понимания, и нет дисциплины и требований. Вот у нас что, да? Стимуляция всех собственных ресурсов у руководителей. Они сами придумывают. Если руководитель никакой, то люди, которые совершают свою работу, это в коллективе, они сами придумывают что-то, предлагают, потому что руководитель никакой. И в семье то же самое. Дети сами себе ищут, как развлечься, как помочь. Они уже не надеются на помощь родителей. Такие супружеские отношения, как та равнодушная модель, она приводит к охлаждению семейных отношений. Авторитарное приводит к вранью среди супругов. Супруга вынуждена от папы, если он авторитарный, от мужа, скрыть что-то. А это что? Обман. То есть авторитарный и в супружеских отношениях дает обман. А здесь в равнодушии. Оно дает безразличие. Мне все равно. Так как безразличие будет к Богу, точно так же безразличие будет к супругу друг к другу. Они не уделяют друг другу внимания. А уж дети страдают. И посмотрите, что ведь не получается. Представление о характере Бога, что он безразличный, и ему все равно. А способ решения проблемы уже говорили, какой, а никакой. Сами решаться, как-то это будет. И такой по жизни мальчик вырос. И вы знаете, оторванная форточка на окне, она будет сколько времени решаться? Годами. Нет гвоздя, там надо забить. Годами. Не будет это делаться. Потому что проблемы должны решаться как-то кем-то, где-то и как. Но не им. Он не привык решать проблемы. И когда конфликт в семье, такие обычно решают конфликт так. Шапку на голову, дверь закрыл и ушел на часов пять гулять. А проблема как? Она как-то решится. Я лучше уйду и не буду ее решать. Вот эта вот неспособность, нет умения решать проблемы. Вот это и есть вот этот стиль управления. И поэтому он для нас, как отрицательный, он не может быть положим. Давайте посмотрите, пожалуйста, на третий стиль. Третья модель. Что там есть, чего много, чего мало? Чего много? Понимания много. Вы заметили, да? Любви, понимания, заботы много. А дисциплина? Мало. Правильно понял человек. Мало дисциплины. И чем это червака? Что здесь происходит? Давайте посмотрим, как ведут себя члены семьи, когда вот такая модель в семье существует. То есть здесь дисциплины, ограничений нет. А любви, понимания и заботы очень много. И тогда что получается? Если это супруги, один супруг, например, руководитель семьи, глава семьи, он только заботится, понимает и угождает. Второй человек как строит свои отношения с ним? Требует и представляет счета. Давай, оплачивай. И он это делает, потому что у него нет ограничений. А давайте посмотрим, как в этой семье живут дети. Если супруги имеют этот стиль, то как чувствует себя ребенок? Для него полное понимание, забота и любовь. Но нет дисциплины. Что это за ребенок? Кто командует семьей? Ребенок нет ограничений. Что захотел ребенок, то делает. И это получается катастрофа в семье. Он закатывает такие истерики. Это способ заставить родителей делать так, как он хочет. А родители бегают вокруг него и удовлетворяют. И вот так получается такая картина. Пришли в магазин. Ребенок увидел, там гастроном допустим, и мороженое там разложено. Он увидел мороженое и говорил. Это обычно интонация эта. Среди всех детей сразу видна. Интонация, когда первая же просьба. Не просто мамочка, можно купить мне мороженое. Такого у них не бывает. Моментально сразу начинается давление. А я че мороженого? Мама говорит, ну нет денег. Ну, я денежку не взяла. Ребенок? Хочу мороженого! Мама говорит, нет, ты сегодня не будешь мороженое кушать. Нельзя, я в горышку болею. Способ есть у ребенка. Какой? Напор. И руками, ногами бить. И орать на весь магазин. Хочу мороженого, купите мороженого. И такой визг. И что тогда мама? Видит, люди сбегаются. Что она делает? Достает деньги быстро, как он покупает мороженое. Сует ему. Тут же прекращается истерика. Ребенок берет мороженое. Идет впереди мама из магазина. Такая победная улыбка. И красная мама сзади с этой корзинкой в его кассе лежит. То есть эта картина о чем говорит? Кто командует в семье? Ребенок. Почему? Потому что у родителей этот стиль. Как он называется? Посмотрите, как он называется. Вседозволенность. Это модель управления. Вседозволенность. То есть я разрешаю, если у меня этот стиль, ребенку или рядом стоящему человеку, который со мной, я ему разрешаю делать все, что ему угодно. Я разрешаю вылезти себе на голову. Итак, если это стиль, давайте посмотрим на ту же проблему. А проблема будет та же. Ребенок получил двойку в школе. Вот он получил двойку в школе, а вот ему поведение такое. Он сильно переживает, когда идет домой? Сильно переживает? Абсолютно не переживает. У него проблема. У него нет проблемы. Двойка, это проблема чья теперь? Учительницы, папы и мамы. Он пришел домой, швернул свой рамец и говорит, мне сегодня эта училка поставила двойку. Все на ногах. Как? Тебе поставила двойку? Папа, машину. И к учительнице. И говорит, как это так получилось, что мой сын сегодня получил двойку. У него перекошебоченные брови, насупленные. И он так, если там не будет стоять пять, я знаю, как до вас добраться. И что, учительница? А ей надо этих обедов. Ваш сын, я поставила то, что он заслужил. И она боится этого папу, она может исправить, она может что-то сделать, она что-то придумает, но она исправит это. А сын сильно волнуется в этом деле? Абсолютно. Он в чем уверен? Все его капризы, все его желания будут всегда исполнены. Этот мальчик растет. Каким? А вот таким человеком, у которого все должны быть в подчинении. Как-то бабушка из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке, золотой рыбке. Помните? Все должны у нее, все работать на него. Это человек, будущий человек, который будет обладать первой моделью. Посмотрите, кем он вырастет? Авторитарным человеком, который будет давить на всех. Так что авторитаризм, это проявление из двух концов. Или там была модель вседозволенности, которая воспитала этого человека так, что он должен приказывать всех, и все его исполняют. Но представьте, что этот человек пришел в церковь. То есть мальчик или девочка росли в церкви. И каким он увидел Бога? Как родители своим отношением, вот таким вот заботливым и не больше ничего, как они показали этому человеку Бога? Какой он? Представьте себе. Как этот человек увидел Бога? Кто он для него? Тот, кто выполняет все его желания. Бог должен выполнить все, как я прошу. Я помолился, а он мне не ответил. Я второй раз помолился, а он мне не ответил. Что я делаю? Я хлопаю дверью церкви и ухожу. От кого? И от церкви, и от Бога. И Бога вообще, наверное, такого нет. Разум не отвечает, но мы говорим, это что? Это та истерика, которая была у мальчика, когда он просил у мамы мороженое. То есть взрослый человек выбивает у Бога чем? Истерикой. Он привык так решать проблемы. И давайте посмотрим тогда, каким образом это получается. Нет рамок ограничений. Одна забота и любовь. Это большая ошибка. Стремление к авторитаризму у руководимого. То есть он будет приказывать. Если вы разрешаете себе сесть на голову ему, он это сделает. Он вылезет на голову. Представление о характере Бога, что он вечный должник. Он все должен делать мне. Это как палочка-выручалочка. Бог, я помолился, тут же даю. И способ решения проблем все должны выполнять мои требования. Я буду только указывать кому, что делать для меня. Если так маленький ребенок воспитывается, это проблема. Вы видите, что мы увидели три схемы, три модели управления. И ни одна из них не хорошая. Они вам понравились? Калечат детей, калечат друг друга. Отношений никаких. Но вы заметили, что такие модели работают у людей. Работают в семьях. Работают у супругов. Работают на работе где-то. Если вы руководитель, вы одной из этих моделей можете владеть. И вы должны подумать, что это что-то не так. Давайте посмотрим четвертую модель. Что там много и чего мало. Как у нас обстоятельства с этими факторами? Сколько у нас дисциплины? Много. А сколько любви и понимания? Тоже много. Это что за модель? Вот эта модель называется авторитетной. Это авторитетная модель. Когда много и того фактора, и другого. А как он устраивается? Оказывается, давайте посмотрим, как ведет себя ребенок в этой семье, если люди авторитетные. Ребенка и понимают, и могут его ограничить в каких-то дисциплинарных взысканиях. Ребенок получил двойку. Та же самая проблема. Этот ребенок идет домой. Какое у него настроение? Как вы скажете? Хороший, спокойный или он волнуется? А почему он волнуется? Он боится? Не боится. А почему он волнуется? Что он огорчит своих родителей. Он должен прийти и сказать, что у него двойка. Будет ли это думать ребенок, как бы вырвать лист из дневника? Нет. Почему? Потому что есть понимание. И посмотрите, как работает это уже, когда ребенок приходит домой. Он входит в дом, волнуясь о том, что он должен сейчас сказать. И говорит, мама, я получил сегодня двойку. И он уже признаться, ему легче. Какой вопрос задает мама, если у нее авторитетный метод управления? Правильно. А мама начинает наказывать? Нет. А что? Спрашивает, в чем дело? То есть она задает вопрос, почему? Вот это отличие модели. Что первой работает? Вот модель, которая идет вертикально. Модель, которая задает вопросы. Она старается получить ответы, чтобы понять, в чем причина этой проблемы. Когда это делается, вступает в работу четвертая модель. И ребенок говорит, мама, я просто забыл вчера выучить стихотворение. А артистница меня спросила, я его не знала, она поставила двойку. Дальше, вступает в работу второй фактор, который у нас дисциплинарный. В соответствии с нарушением или проблемой, или преступлением, которое сделал ребенок, вступает в действие дисциплинарный фактор. Как он действует? Мама говорит ему. Он говорит, мама, можно я сейчас вот пошли в школу и погуляю? А мама ему говорит, да и что? А теперь, мамы, скажите мне, что бы вы сказали ребенку, который не выучил вчера стих? Сядь, выучить стих, потом пойдешь гулять. Это ограничение дисциплинарное. Выучишь и пойдешь гулять. Ребенок, с каким тяжелым сердцем он будет это делать? Нет, нормально. Его никто не бил, его никто не ругал. Но забыл ребенок выучить стих. Может такое случиться? Может. Поэтому мама говорит, так, сядь, выучишь, расскажешь мне и пойдешь. Он пришел, а если у человека хорошее настроение, память работает значительно быстрее. Эндорфины выделяются, и ребенок выучивает стихотворение значительно быстрее, если бы он в печали был или в уныне, тогда в голову не лезет, блокируется память. А так ребенок сел, выучил, пришел, мам, я тебе расскажу, рассказал, и не уйдет. Вот авторитетная модель, как она работает. Вопрос контрольный. Что сначала работает в авторитетной модели? Какая линия, какой фактор? Понимание. А потом обязательно присутствует дисциплина. Если мама вообще не среагирует на это, ребенок перейдет из этой модели в другую, в равнодушную. Поэтому дисциплина должна всегда присутствовать. Это не значит лупить ребенка, бить его. Наказание может быть в ограничении в каком-то. Но это то, что в Библии говорит, что ограничения нужны дисциплинарные. Если есть государственные законы, которые снимают это, это безбожные государственные законы. Потому что без ограничений ребенок вырастает психически неуравновешенным. И мы теряем хорошее качество мысли у ребенка. Давайте посмотрим, как четвертая модель, как работает с полом. Там есть фактор понимания и заботы, фактор дисциплины ограничений. А вот это вот основание авторитетного способа решения. Что там главное? Полное уважение к личности. Это характерная черта для модели авторитетной. Уважение к личности. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Потому что мы на этом основании будем учиться, как решать проблемы и в супружеской жизни, и с детьми. Еще. Решаются проблемы через диалог. А не приказом, молчанием, избеганием конфликтов. Это не решение проблемы. Решение должно быть только через диалог. А мы будем учиться в следующей лекции, как строить диалог. Правильно? А как видит характер Бога такой мальчик или девочка, который растет в такой семье авторитетной? Каким он Бога видит? Подумайте, каким он Бога видит? Первое, что Бог любит. Он верит в это. Но он не только любит, а он еще какой? Справедливый. Это очень важно. И от такого Бога никогда ребенок не уйдет. Он любит, но и справедливый. И это замечательно то, что хотят видеть дети в нас. Чтобы мы их любили, что бы они ни сделали, как бы они себя не повели. Какое бы преступление, казалось бы, они ни сделали. Дети должны быть уверены, что если папа и ограничивает, то он это делает, как из любви. Если папа это умеет показать, это замечательно. Дети никогда от такого Бога не уйдут. А как решают проблемы? Вот, смотрите, он любящий, правдивый, справедливый. Способ решения проблемы – это диалог. Такой ребенок, когда получает какую-то проблему, он идет и маме рассказывает. Мама задает вопросы. А как этот мальчик вырастет, например, и как он будет решать проблему со своей женой? А вот так и будет решать проблему как? Диалогом. Он будет спрашивать, он будет добиваться, что же случилось. То он будет идти на диалог. Как мало таких моделей работают в наших семьях. Не хватает вот этого понимания диалога, не умения вести диалог. Нет уважения к другому человеку. И поэтому давление, или равнодушие, или позволение вылезти себе на голову, не решающие проблемы – это то, что уходит человека и из семьи, и от Бога. Вот вопрос вам. Вопрос, на который вы должны ответить. Какой моделью обладаете вы? Вы можете сразу ответить на этот вопрос. А почему? Ну, я вам помогу. Еще один вопрос. Вспомните, пожалуйста, какой модель обладали ваши родители. Тогда вы можете ответить на этот вопрос. Если вы вспомните, я для этого даю вам несколько минут перерывов после этой лекции, чтобы вы в следующей лекции могли четко себе представить, что же дальше делать. Итак, отвечайте на два вопроса. Какая модель у вас, и какая была у родителей. Если вы ответите на этот вопрос, тогда мы сможем дальше продолжать отвечать на вопрос другой. Какая вам модель больше всего понравилась? Если папа был авторитетный или авторитарный? Если папа был авторитарный, то я вам сразу говорю, мама всегда будет в противоположной третьей стороне. И если папа авторитарный, то мама всегда ищет возможность защитить ребенка. Поэтому она приобретает на этом третью свою модель. Третья – это вседозволенность. То есть, если папа наказал, мама пожалела. Если папа запрещает, мама разрешает. Потому что ей жалко ребенка. Вот это вот искажение двух моделей, употребление уже не одной модели, которая принесет беду, а две модели, которые свои беды принесут. То есть, беда будет и от авторитарного метода, и от вседозволенности. Две беды будут работать у ребенка всю жизнь. А поэтому наша задача какая? Научиться быть какими? Авторитетными. Но все-таки попытайтесь ответить на этот вопрос. Если вы ответите на него, а есть один ответ, я понимаю, почему вы не можете сказать точно, какой у вас... Или если кто-то может, может сказать, какой точно моделью вы обладаете. После перерыва мы перейдем к следующей теме, которая будет называться как же стать авторитетными людьми, а не другими моделями пользоваться. Пожалуйста, через буквально 7-8 минут мы уже будем работать дальше.